Уже близко к нечаянному исходу. Давайте снова осилянскую защиту. Так, а это у нас вариант Свешникова, если не ошибаюсь. Сейчас уже столько названий, альтернативных у дебютов. На английском варианте одно название, а в нашем варианте совсем другое носит название, а конь А5 и конь Б4. Таким образом мы планируем вынудить размен слонов. Что будет на 6? Давайте на 6 пойдем, по 5. Все-таки забираем слона за коня. Ну давайте примем вызов. Заберем. Два слона пока имеется. Должна быть, в принципе, она достаточно компенсации. Это заметно даже невооруженным глазом. То есть два слона более чем компенсирует пешку. Так, кроме того, пешка еще и сдвоенная. Наверное, совсем белым будет сложно играть. Часто психологически, потому что двумя конями сложнее управлять. Так, разменяем эту пешку. Открыли дорогу слону. Присматриваемся к пешке Б4. Ну и теперь Ферзь Б6. Активный ход. Угроза взятия появилась. Ну да, вот здесь решать белым приходится много. Задач перед ними стоит. Как наладить взаимодействие? Ну что так, сами по себе кони менее мобильны. Вот для того, что у них практически не бывает опорных полей. За исключением закрытых позиций. Так, интересный ход. Можно сбить коня и испортить пешечное расположение. Ну давайте не будем, наверное, расставаться с двумя слонами. Сыграем ладья С8. Просто будем играть по открывшимся линиям Д и С. То же самое. Проверим намерение белых. Крайне сложно играть. Ходы полезно иссякают. Вот. Давайте еще мы от ладья Д3. Еще один активный ход сделаем. У нас просто другого пути нет. Играть как активная. Потому что у нас все фигуры заняли оптимальные позиции. Так, ладья Д4 есть, имеется ход. Зайти за пешкой. Давайте зайдем за пешкой. Вот она, пешка наша. Ради которой соперник расстался с двумя слонами. И забираем ее. А это, к сожалению, не удерживается. Разница между двумя конями и слонами очень существенная. Так, хорошо. Сейчас надо найти решающее усиление. Давайте, наверное, просто нападем на коня. Да, преимущество двух слонов даже просматривается. Как правило, если у вас два слона, то можно одного из них разменять. Ну, давайте снова вернемся в этот раз на F8. Так, хорошо. Солнце 6. Допустим. Проверка. Если ладья Д4, мы займем эту линию. Давайте дальше двинем пешку. Постепенно мы начинаем тревожить позицию коней. Надо теперь использовать силу пешки А с поддержкой слонов. Ну, поддержка слона на B5, в принципе, весомый аргумент в нашу пользу. А пешка С является слабостью в данном случае. Так, мы заходим за ней. Так, и подводим на короля. Постепенно. Сколываем защитой пешки. Снова мало времени. Сейчас придется ускориться. Исключим возможность вилок. Сразу забрать коня по-бестрее. Что лучше конкретно для вас? Так, есть такой вариант. Считается безопасным для черных. Ну, кстати, вот с лун F4 не уверен ход на скольках нормальный. Ну, давайте. Ну, тут можно по-разному. Давайте уже 6. Классическое развитие. Необычно. Явно игра состоит белых с проникновением коня на C7, да? Ну, не знаю, даже как-то реагировать. Быстро сразу. Давайте, наверное, на E5 пойдем. Серьезно, мне кажется, угрозы белых. Да, и E6 важно обеспечить коню. C6 безопасность. Почему? Возможно, слон B5 и атака пешки E5 неприятно. Давайте так. И на коне F3 есть ответ конь H5. То есть в этом случае у меня капенсация тоже прослеживается. Например, слон E5, конь E5. Да, варианты. И слон H6, либо слон G7. Ну, вот соперник так и сыграл. Обязательно именно этим конем надо брать, потому что если взять конем F3, то последует B5. Конь на E5 теряется. Так, хорошо. Дальше. Слон G7. Естественное развитие. Продолжаем. И рокировочка. Кстати, можно и B5 на минуту уже. Но мне нравится больше сначала рокировку, пока не показываю свои планы. И конь F4. Отлично. Явная компенсация налицо. B5. И слон B7. Очень похоже на одну из партий, которые я играл ранее, когда мне удалось за пешку получить опасную инициативу. Благодаря активности фигурам. Опять слоны здесь отлично смотрятся. Давайте C4. Еще больше захватим пространство. Подготовим игру с конь D3. Давайте D8, конь D3. Уже максимально мы усилили положение фигур. Теперь, естественно, стремление черных перейти к активным действиям. Вот, например, с помощью расшатывания позиции короля соперник. Так, хорошо. Еще одно. Это уже ослабление серьезное. Можно этим воспользоваться, сыграв ФСС5. И, допустим, слон H6, конь D3. Вот такая вот, может быть, тоже игра интересная. Слон H6. Сейчас уже выгрызает конь D3. и после взятия слоном мы именно пешкой можем забрать. Так. Давайте, наверное, вот такой, может быть, трюк сделаем какой-нибудь красивый. Давайте заберем, наверное, так и получим позицию в воде, захватим линию. Ну, а здесь мы не обязаны брать пока отступим ферзем временно. Так, хорошо. Все готово для хода конь D3. И бьем пешкой. Именно пешкой теперь она представляет большую угрозу для белых. Очень сильно стесняет позицию. Так, хорошо. Давайте еще проверочный ход. H4 H3 Разница в силе фигуры определяет оценку позиции. И вам крайне тяжело играть. Так, связочку. Создадим связку. Кешка C4 теперь является для нас объектом атаки. Так, хорошо. Двинем дальше. и H3, наверное, да? Либо так, либо так пойдем. H3 расшатывать позицию соперника. Кстати, уже играю с луны Е4 есть. Давайте с луны Е4, наверное, уже есть удар. Смотрим. И, допустим, на любой ход нейтральный мы можем еще ударить на F3 следующим ходом. здесь у нас здесь у нас еще луна D3 имеется. Ну, похоже, все. Нужно белый беззащитный. Теперь можно брать и луна и слону на F3. Это конец. И мат в следующем ходу. очень хорошая партия итоги вышла. То есть, наверное, сопернику все-таки не стоило брать на Е5, мне кажется. То есть, ну, здесь задничать не стоило ради пешки. Хоть не насколько гармоничны фигуры расположены. Так, хорошо. Здесь мы не будем брать без всех. Я посмотрел на рейтинг. Так же, пока. Будем просто быстро играть, чтобы, опять же, сэкономить время на следующего соперника. Так. Ну, вот так пойдем. получим позицию слона и введем из-под удара. Соперник просто ждет. еще. Уже заранее поприятовал на коне D3 сыграть D3 сыграть конь E7. Можно меньше фигур поменять. Так. Ну, пока ничего не грозит. Мы сыграем конь E7 и заберем. так. Так. Что у нас на этот ход заготовлен конь D7, да? Угу. Ну, давайте тогда... Так я тоже не могу играть. Ну, давайте так тогда заберем. туда. Давайте так туда. А, я забыл что выходит, да, началось не очень. А, я забыл что выходит. Пробуем последний шанс. Пробуем последний шанс. А вот соперник забыл что я угрожу матом и неожиданно выиграю уже я. Ну такие везения постоянно будут происходить. И мат следующим ходом. Пробуем последний шанс. Пробуем последний шанс.